Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 им поручают делать то, а почему вручную? Вот у Маркса в капитале есть такое понятие в первом томе, граница применения машин. Если у вас зарплата очень маленькая, то машины применять не будут. А если вы зарплату повысите, то она породит такой потребностью капиталистов заменить ручной труд машин. Правильно? Капиталист как считает? Если дешевле рабочих собрать вручную, пусть вручную и делают. А если им такую зарплату вкладывать большую, то лучше пусть машины делают. Поэтому низкая заработная плата это антагонист машинного производства. И при низкой зарплате не будет машинного производства. А будет примерно так, что вот если у вас нужно выкопать маленькую ямку, два гастарбайтера, а если побольше ямку, четыре гастарбайтера, а если большую ямку, четыре стаканарбайтера. Зачем шагающий экскаватор? И получается, что у нас вместо экономии ручного труда, и если речь идет о том, что мы приглашаем работников из других государств, тем более из тех стран, где живут наши соотечественники, так естественно, надо им давать квалифицированный труд. А не используют их на каких-то, так сказать, на подхвате, на подсобных работах, как это делается во всей Европе. Во всей Европе, скажем, латыши едут в Европе мыть горшки, французов, немцев и так далее. Это ненормально. Вот. Здесь это вот касается самой научно-технической революции. Поэтому ее как таковой, экономического явления нету, но она может быть. То есть для этого нужно настолько широко и глубоко внедрять научно-технические достижения в производство, чтобы кардинально вырастала производительность труда, и чтобы в производстве был совершен переворот. Какой переворот? Ну, вот сейчас у нас, допустим, резанием, в основном, изготавливают продукцию, и с помощью штамповки, или копки. А если будет не штамповка и не копка, а именно, скажем, спекание из порошка металлического, безотходное, или, скажем, с помощью 3D-принтеров, как вот есть какие-то элементы, только этого, не более того. Но тогда можно будет говорить о революции. Пока это вот можно говорить о понятии научно-технической революции, а в будущем нет. А что касается создания революции, они все связаны со сменой или с установлением власти, как было в период перехода от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Установилась государственная власть первая, рабовладельческая. Рабовладельцы создали свое государство демократическое. Оно было для кого демократическое? Для рабовладельцев. Они по большинству голосов решали, что нужно делать. Но в это большинство не входили рабы. То есть громадное большинство людей людьми не считались, это были говорящие орудия, и поэтому они оставались за рамкой этой всей рабовладельческой демократии. И эта же первая рабовладельческая демократия продемонстрировала себя как диктатура рабовладельцев, диктатура класса рабовладельцев. Вторая революция, которая произошла, это революция феодальная. Она таким странным образом происходила. Вроде бы никто такую задачу не ставил, провести еще дальнюю революцию. Время было такое, что никаких партий еще не существовало. А вроде бы были набеги варваров, они разрушали старый рабовладельческий строй, а вместе с ним и рабовладельческое государство. Но создавался новый строй. Что лежало в основе этой революции? В основе этой революции лежало улучшение средств производства, которые уже не допускали использования трудом рабов. Потому что рабы не заинтересованы в совершенствовании условий труда. Рабы воспринимают средства производства как средства своего заковаления. И поэтому, только когда появилось феодальное общество, и когда крестьянин стал, работник стал заинтересован в результатах своего труда, а он не только на барщине работал, правда, он частично работал на барщине, а частично в своем хозяйстве. И как работающий в своем хозяйстве, он был заинтересован в том, чтобы сохранять коня и сбрую, и саку, и другие средства, которые он использовал, для того, чтобы обеспечить свое сельскохозяйственное производство. Третья революция, это революция буржуазная. Она великая. Почему? Потому что она уничтожила личную зависимость работника от собственника средств производства. То есть, раба можно было не только продать, но и убить. Это было основное богатство правовладельческого общества, и тот великый богат, у кого больше рабов. Кто являлся основным богатством феодального общества? Это крепостные крестьяне. Если у вас много крепостных крестьян, вы уважаемый человек. Если у меня мало крепостных крестьян, вы мне можете руки не подать. Правильно? Поэтому буржуазная революция уничтожила эту личную зависимость от собственника средств производства, работника. И работник стал свободным, и он может свободно решать, продавать ему свою способность в труду или не продавать. Капитализм по своему устройству очень сильно отличается от феодализма и от рабовладения, потому что он представляет собой товарное хозяйство. Но все общее. Все продается. Все. Все можно купить. В том числе и даже можно купить способность человека к труду. Причем в силу того, что средства производства только у отдельных, а только в малой части общества у собственников средств производства, то все остальные абсолютно свободны от всего. А раз они свободны от всего, они свободны от жизненных средств, и для того, чтобы существовать, им приходится продавать свою рабочую силу собственникам средств производства. На этом построен капитализм. То есть рабочая сила стала товаром. А рабочая сила определяется так. Это способность к труду или труд в себе. Совсем краткое определение. А более длинное звучит так. Рабочая сила это совокупность физических и духовных потенций, которые пускают каждый раз в ход при производстве материальных благ. Вот это рабочая сила. И вот человек продает рабочую силу. Эта рабочая сила покупается, и Марс в капитале доказал, что не в обмене, не в обмане создается большая стоимость. Дело в том, что это такой особый товар рабочая сила, что он может производить стоимость. Что его потребительная стоимость состоит как раз в том, чтобы создавать стоимость. Какую? Большую, чем стоимость его самого. Это единственный товар, который может создать стоимость больше его самого, а все остальные переносят свою стоимость. Вот, скажем, машину вы использовали, и стоимость этой машины переносится на продукт. Материалы вы использовали, и стоимость материала переносится на продукт. А вот рабочая сила может создать больше, чем ее использовала, чем стоимость самой рабочей силы. И вот тем самым в ходе капиталистического производства создается продукт, часть которого представляет собой необходимый продукт, это та часть, которая необходима для воспроизводства работника. А вторая часть это прибавочный продукт. дима, у меня лекция, завтра утром встречаемся без пятнадцати, десять. Да. Молодь. Ну, после половины десятого, не раньше. Вот такая, значит, вещь. Необходимый и прибавочный продукт. А стоимость прибавочного продукта называется прибавочной стоимостью. И вот это стремление капиталиста получать все больше и больше стоимости, она выражается в том, что он как бы впрасывает деньги в производство. На эти деньги он приобретает товар, товар двоя хворода, во-первых, средства производства, во-вторых, рабочую силу. Этот товар дает увеличенный товар, товар большей стоимости, товар штрих. Этот товар штрих просто меняется, получаются деньги, деньги штрих-прибавочными. То есть из процесса производства выходит большая стоимость, но это связано с машинным производством и с развитием, что он не просто используется рабочая сила, а эта рабочая сила используется вместе на основе машинного труда. Поэтому вся капиталистическая мощь связана с развитием машинного производства. А это прогрессивное дело. То есть капитализм в колоссальной степени продвинул человечество вперед. Как, скажем, рабовладение продвинуло человечество вперед в плане создания первых предпосылок для науки и искусства и для совершенствования человеческой личности, поскольку возникло разделение труда. Как феодализм показал чудеса государственного устройства и чудеса архитектуры, искусства, расцвет, потому что не погоня за деньгами, а удовлетворение самых изысканных потребностей феодалов двигали и искусство, и науку, и они очень сильно ее продвинули. Капитализм славен прежде всего машинным производством, а машинное производство это технологическое применение науки. То есть когда научное достижение применяется в производстве, оно уже не просто научное достижение, оно овесчисляется в металле, овесчисляется в средстве производства и представляется, а вот это средство производства, основной капитал, становится уже непосредственной производительной силой. То есть наука производительной силой является непосредственно всеобщая производительная сила, а уже когда она воплощается в основном капитале, она становится материализованной наукой, и тогда она развивает производство. Поэтому какие бы ни были отношения, При капитализме, в целом, вот этот буржуазный этап и этап капитализма является совершенно необходимым этапом развития человечества. И он подготовил и тот прогрессивный класс, который приходит на смену буржуазии. Как этот класс называется? Рабочий класс. А как он его подготовил? Вот спрашивается, а кто собрал рабочих в городах? Капиталисты. А кто научил их работать на промышленном предприятии? Капиталисты. А кто дисциплинировал рабочий класс? Капиталисты, капиталистическое производство. Правильно? А кто отдал необходимое для этого образование? Вынуждены были капиталисты. Если они хотят развивать машинное производство, они вынуждены давать. И тогда спрашивается, а кто вообще мама социализма и коммунизма? Если мы говорим, что вот в первой фазе коммунизма остаются следы капитализма или родимые пятна, как говорил Марс. Если родимые пятна, значит, а кто родил-то этот самый коммунизм? То есть, как надо с позиции коммунизма относиться к капитализму? Ну, как к маме? Как к маме должны вы относиться? Хорошо. Но, наверное, на этом мама не кончается все-таки. Кроме мамы уже есть дети, и они дальше идут вперед. Поэтому надо видеть всю эту цепочку общественного прогресса. Значит, мы рассмотрели, какую революцию. Революцию рабовладельческую, революцию феодальную, революцию буржуазную. И теперь в чем состоит революция коммунистическая? Революция коммунистическая подготовлена чем? Иногда ее рассматривают. В субботу большевики подготовили революцию. Во чем подготовляется революция? Кто готовит революцию? Капитализм готовит революцию. То есть, вот диалектика как учит рассматривать вообще явление? Что вот само явление может переходить в свою противоположность. Как происходит этот переход в противоположность? Вот капитализм — это было всеобщее товарное хозяйство. И, следовательно, всеобщая конкуренция. И рынок решал, что и кому производить. Если что-то хорошее, повышается спрос. Повышается спрос, его начинают производить. Если это никому не нужно, снижается спрос, снижается производство, регулирование. Закон спроса и предложения или закон стоимости, как более глубокий закон, его регулировать. Но к чему ведет конкуренция? Конкуренция ведет к тому, что одни других побивают. И постепенно в каждой отрасли остается 2-3-4 крупных капиталистических хозяйства, 2-3-4 монополии, которые уже устанавливают и осуществляют монопольные регулирования. И таким образом, чисто экономическим путем, без всяких политических потрясений, капитализм, свободная конкуренция превращается в империализм, монополистический капитализм. И вот этот монополистический капитализм называется империализмом. Империализм возникает на таком этапе развития капитализма, когда уже конкуренция сменилась господством монополий, и эти монополии уже не только поделили все сектора производства, а они поделили весь мир и уже ведут борьбу за передел мира. Поэтому монополии сначала участвовали в колониальном грабеже более слабых стран и народов, хотя бы и капиталистически. А потом они в этом грабеже могут продолжать участвовать, при том, что страны считаются формально независимыми, но, как вы понимаете, например, в той же самой Европе, в ЕС, есть Франция и Германия, которые являются богатыми, а есть Греция и Испания, которым как бы помогают. Так, о чем состоит помощь? Что им дали деньги в долг? Помощь состоит в том, чтобы оплатить банкам проценты, которые им должны быть. То есть Греция и Испания ничего не достается от этой помощи. То есть идет дальнейший процесс концентрации и централизации производства, и идет дальнейший процесс укрупнения монополий, и тенденция есть превращения всей экономики в единую монополию. Вот про это Ленин писал в книге «Империализм. Как высшая стадия капитализма» так. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы, что социализм. То есть не какое-то такое определение социализма, как некой цели, или государство благоденствия, или общество благоденствия, а как совершенно естественный результат развития монополистического капитализма. Что монополистический капитализм через свое собственное развитие переходит в свою противоположность. Мы наблюдаем, если мы окинем теперь взглядом, цепь революции социалистических, которые произошли, они не похожи на прежние представления о социалистической революции, которые были у Маркса и Энгерса. Маркс и Энгерс читали, и об этом написали в книге «Немецкая идеология», что революция будет одновременно проведена в ряде передовых стран. В известном смысле эта идея получила определенное отражение. Например, революцию в России советскую поддерживали европейские рабочие, и было движение «руки проще от советской России». И когда 14 государств после революции набросились на советскую Россию и неминуемо ее бы удушили, во всех окружающих европейских государствах развилось революционное движение. И чтобы там не произошли революции, пришлось империалистическим державам убрать свои войска из России. И никакой войны 14 государств против России не получилось, а была лишь гражданская война, и этим белогвардейцам помогала Европа западная. Вот что получилось. То есть это тоже было соединение усилий разных стран. Но это же соединение усилий потом продолжалось. Советский Совет, в свою очередь, помогал другим революциям. А именно, ближайшей революцией, которая была в Финляндии, не было возможности помочь, ее там задушили. И не только белые финны, но и немецкие войска во главе с Маннергеймом. Которые, для которых позвал в Анингейм. Это раз. Во-вторых, задушили революцию крупные державы европейские в Венгрии. Там была советская Венгрия. Была советская власть установлена в Баварии, Германии. Отсюда у нас, например, название у нас есть на Петровской косе, было предприятие «Красная Бавария». Его теперь нет. А есть какая-то Бавария, которая сдает варен. Писали недавно, что в Ильзасе тоже на пару месяцев была Советская Республика. Где? В Ильзасе. Где? В Ильзасе. Часть Германии или Франции пограничные. Ну, во всяком случае, таких вот крупных держав, кроме России, не было. Поэтому, вроде бы, то, о чем говорили, Маркс и Энгельс, в буквальном смысле не получилось. Но идея о таком интернациональном союзе, пролетарии всех стран, она, конечно, получилась. И этот вот пролетарский союз развивался. Значит, Советская Республика поддержала революцию в Монголии, и в Монголии в 21-м году произошла победоносная социалистическая революция. И там в революции социалистическая власть просуществовала до ельцинских времен. И в связи с контрреволюцией в России, значит, произошла контрреволюция и в Монголии. Можно сказать, что именно победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, а Советский Союз, это действующая социалистическая революция в России, победа Советского Союза привела к целой цепочке революций в Европе. Это революция и в Югославии, и в Албании, и в Польше, и в Венгрии, и в Румынии, и в Болгарии, и в Германской Демократической Республике. То есть в Европе образовалась целая группа социалистических держав, но очень тесно связанных с Советским Союзом. И, как всегда, тесная связь имеет обе, две стороны. Одна сторона так, что они друг друга поддерживают, а с другой стороны, если кто-нибудь крупный тонет, то он может утянуть за собой и другие государства. К сожалению, так произошло в европейской части, с вводением социализма в Советском Союзе, пали социалистические государства европейские, которые входили в Совет экономической взаимопомощи. И, можно сказать, что упала и Монголия. Но на Востоке и на других континентах дела развивались по-другому. На Востоке после Второй мировой войны тоже была ожесточенная борьба за социализм, но там она была очень обостренной. Обостренной потому, что на Востоке стоял вопрос не о том, будет ли существовать эта страна как социалистическая или как буржуазная, как это, допустим, в Европе. Ну, вот была Польша социалистическая, теперь буржуазная Польша. Была Болгария социалистическая, сейчас буржуазная Болгария. А на Востоке так не было. На Востоке или Вьетнам социалистический, или его не будет, как самостоятельного. Или Корея социалистическая, или ее не будет, или Лаос социалистический, или он будет также французской колонией, или Китай социалистический, или будет полуколонией Японии, как он и был, и влачил жалкое существование. То есть его вообще развитие затормозили намного лет. То есть почему там тверже и прочнее оказались революции, чем в европейской части? Потому что они были связаны вот с этой задачей сохранения и национальной независимости неразрыва. И скажем, вот я был в Северной Корее, и там товарищи рассказывали, что корейские предприниматели, капиталисты, которые в мире есть, или предприниматели корейской национальности, они помогают не Южной Корее, они помогают Северной Корее. Не из любви, как вы понимаете, к социализму, а потому, что Южная Корея оккупирована Соединенными Штатами Америки и не представляет собой самостоятельного образования, а Северная Корея сохранила всю национальную независимость и самобытность, и красоту, и является действительно страной утренней свежести, как они ее себя называют. В Северной Корее построена низшая фаза коммунизма. Частной собственности там нет. А в других странах, во всех остальных, частная собственность есть. Они находятся в переходном периоде, в послереволюционном от капитализма к коммунизму. А переходный период — это становление. А становление, как мы изучали, содержит в себе два противоположных движения. В одном движении, с одной стороны, это возникновение, то есть возникает коммунизм, с другой стороны, прихождение этого же коммунизма и падает. В том же самом Китае были предприняты в Горбачевские времена попытки повести Китайскую Народную Республику по тому же самому пути перестройки. Такой был генеральный секретарь Хуя Абан, который установил тесную связь с Горбачевым и намеревался провести аналогичные реформы в Китае. Тогдашний председатель военного совета КНР Дэн Сяопин собрал полетбюро, и Джао Заяна, который не просуществовал в качестве генерального секретаря Года, сняли с этого поста, и он через год сам умер собственной смертью, не осуществил свои намерения. Но следующий генеральный секретарь, Джао Заян, он не только поддержал эту политику у Горбачева, он выступил на площади Цианин-Мэнь, где был, собственно говоря, китайский Майдан, который требовал сделать те же самые преобразования, что в СССР, привели к уничтожению Советского Союза. Тот же Дэн Сяопин собрал полетбюро, и было принято решение Джао Заяна лишить поста генерального секретаря ЦК КПК, арестовать его, и он под арестом жил 15 лет в Пекине, в хороших условиях, тюрьму его не сожрали, но изолированный от политической деятельности. На этом движение в сторону Хрущевского, Горбачевского или Ельцинского понимания социализма закончилось в Китае, и хотя в Китае очень острый переходный период и сложная, довольно, ситуация, он является вполне социалистической страной, а в программе партии записано то, что это страна диктатуры, пролетариата. Самым важным, да, надо отметить, что вот эта вот объективная неизбежность превращения капитализма в социализм проявила себя и в том, что и в другом полушарии, а именно в западном полушарии, образовалась в результате социалистической революции Кубинская социалистическая республика, так, или Республика Куба, и это произошло в 1957-1959 году, в результате острейшей вооруженной борьбы, и вот в этом теперь западном полушарии существуют центры притяжения всех социалистических сил. Там многие страны говорят на социалистическом языке, социалистическими словами, например, сейчас победил в Эквадоре кандидат левый, которого зовут Ленин Морена, или как пишут наши газеты, Ленин победил в Эквадоре. А Ленина его назвали в связи с тем, что его отец был горячим поклонником Ленина и неслучайно назвал своего сына. В некоторых печатных изданиях даже пишется о социалистических странах Южной Америки, и там перебирают те страны, которые ведут, ну, такую независимую от Соединенных Штатов Америки политику и пытаются уменьшить социальное расслоение. Но, конечно, там никакого социализма нет, и революции там социалистические не прошли, и в Швеции нет никакого социализма, хотя мы можем прочитать сколько угодно всяких разговоров про шведский социализм. Там нет переходного периода, не было социалистической революции. Но в итоге, что мы наблюдаем в современном мире, целую цепь социалистических революций, которая изменила всю расстановку сил. Значит, Китайская Народная Республика с 2014 года производит валового внутреннего продукта больше, чем Соединенные Штаты Америки, и если у США валовой внутренний продукт на сегодняшний день 15% мирового, то в Китайской Народной Республике 17% мирового. И темпы экономического роста в Китайской Народной Республике значительно выше, чем в США. В США темпы роста 2,6%, а в Китайской Народной Республике 6,5%. То есть она и крупнее и по населению, и по объему производства, и по объему валового выпуска, и при этом темпы роста там высокие. И все эти социалистические страны, естественно, защищены от кризиса, они развивают свое планомерное развитие, и планомерность там повышается, а все страны, где нет планомерности, где борются отдельные монополии, друг с другом еще грызутся, там, значит, темпы роста очень низкие. В той же России, которая была родиной социалистической революции, на сегодняшний день темпы роста минус 0,2%. Дворцатка собиралась, это буржуазные государства, которые решали, как жить-быть. И приняли решение, что надо иметь темпы роста 2%. Ну и как? Да вот никак не получается 2%. Поэтому можно сказать, что не революционным, а эволюционным путем, то есть путем эволюции, путем более высоких темпов роста в соц. странах, чем в странах капиталистических, идет изменение сил в сторону социалистических стран, социалистических государств. Это раз. Во-вторых, появилось такое явление, доселе невиданное, чтобы соединялись, ну как оно невиданное, но, скажем, такое явление появилось впервые в Великую Отечественную войну. Выяснилось, что от Гитлера и от гитлеровского нашествия, от немецкого фашизма можно было спасти, только благодаря некоторым буржуазным странам, только вступив в союз с Советским Союзом. Поэтому такие крупные страны, капиталистические, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания, вступили в союз с социалистическим государством, с Советским Союзом, выполняли свои обязательства и совместно вели борьбу против немецкого фашизма. А сегодня против попыток американского империализма навязывать свою волю всему миру и осуществлять фашизм на экспорт, поскольку внутри Соединенных Штатов Америки нет фашизма, там демократия. Но это демократия только для американцев. Как только они выходят на международную арену, они игнорируют нормы демократии и переходят к открытой террористической диктатуре. От слова террора или ужас, террор. А эта открытая террористическая диктатура, если взять ее полное определение, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала и означает фашизм. И вот, спасаясь от фашизма на экспорт, крупные, крупные буржуазные государства, которые пытаются подмять под себя американский империализм, начинают дрейфовать в сторону социалистических стран. Не в смысле политическом, а в смысле экономического взаимодействия. И в смысле там борьбы с терроризмом и так далее. И так образовались вот такие две организации, которые, вот, надо их принять во внимание. Это, во-первых, это БРИКС. Это организация, которая входит в Бразилию, буржуазное государство, Россия, буржуазное государство, Индия, буржуазное государство, Китай, социалистическое государство и Южная Африка, буржуазное государство. Целая группа буржуазных государств присоединилась к Китаю как к крупному государству, спасаясь от американской экспансии. При этом получилось следующее. Ну а какая гарантия, что, так сказать, американцы не применяют свою силу, оружие и так далее. Дело в том, что с советских времен, в России, хотя она уже не советская, с Соединенных Штатами Америки, паритет ядерный и ракетный. А Китай под эти соглашения не подпадает. Поэтому, если Китай и Россия объединяются, то их ракетно-ядерная мощь Китая и России заметно превышает американскую ракетно-ядерную мощь. Но еще одно объединение, которое с этой точки зрения надо принять во внимание, это Шанхайская организация сотрудничества. Только что сейчас получены все документы в полной готовности для их использования о приеме Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сейчас в Шанхайской организации Китай, Россия, Казахстан, дальше Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. И вот в эту организацию сотрудничества поступает Индия и Пакистан. Если даже мы не будем считать население Пакистана, то население Индии примерно полтора миллиарда. Ну, одна и три десятых миллиарда человек. И вместе с Китаем это получается, что полтора миллиарда это вот составляет социалистические страны у нас. Еще прибавляется более полутора миллиардов стран буржуазных, которые вступают в союз социалистическими странами в своей борьбе против империалистической экспансии. И это, кстати, обеспечивает и мир, и благосостояние, и нормальное развитие, течение событий в мире. Это очень важно. И это не похоже на то, что, дескать, у нас весь мир капиталистический, мы тонем, все умирают и так далее. Картина меняется, причем меняется у нас на глазах. Вот мы свидетели вот этого такого некоторого переворота во всей организации мировых взаимоотношений. Вот, собственно, что надо иметь в виду по вопросу о социальной революции и контрреволюции. И хотя произошла контрреволюция, ну, есть некий положительный баланс. Некоторые говорят так, капитализм потерпел поражение, а философ Зиновьев писал так, гибель коммунизма. Он не написал поражение коммунизма, он написал гибель. Но гибель – это значит все, конец его не будет. А когда он ведь был антисоветчиком, потом в первой части жизни, а во второй части жизни он пропагандировал коммунизм всеми средствами. Но написал книгу все-таки гибель коммунизма, а не поражение. На самом деле коммунизм не погиб, а коммунизм является реальностью экономической, политической, производственной и культурной. И поэтому вот эту особенность уже современного мира никуда не денешь. И это не желание каких-то там людей, и это не творение социалистов, путопистов, а это наша реальная жизнь. И в нее, в этот союз теперь новых социалистических стран и крупных буржуазных стран, таких как Россия, входят страны, которые самые большие по территории и по экономике. Китай самый большой по экономике, Индия самая большая тоже, да, и по населению, Индия самая большая по населению вместе с Китаем, Россия самая большая по территории, и сюда же входят страны самых разных континентов. Сюда в эти объединения входят и Бразилия, и Катикуба, но они пока сейчас в двух организациях, но тем не менее, вот мы видим это сближение, слияние, хотя это слияние не является таким слиянием, когда бы государственное устройство было одинаково. И вот то мирное существование, про которое болтали, что оно, якобы, может быть между империализмом и социализмом, оно таким не бывает, а вот между теми странами, которые пытаются укрыться от империализма, буржуазных стран империалистических, вот такое существование со странами оказалось возможным и принимает организационные формы. Мир меняется у нас на глазах. И это говорит о том, что те достижения, которые были получены революционным путем в плане общественного прогресса, они теперь закрепляются эволюционным путем, поскольку темпы роста социалистических стран выше, чем стран капиталистических. Вот, что я хотел вам изложить сегодня. Спасибо за внимание. Вопросы? Да. Надо включать. Включайте. Да. Надо включать. Продолжение следует...